Дональд Трамп, победив на праймере с Вашингтоном, становится практически безальтернативным претендентом на пост президента от республиканцев и впервые обходит по рейтингам Хиллари Клинтон. Почему Хиллари так легко падает с вершины, на которую с таким трудом сбиралась, и не станет ли Берни Сандерс реальным соперником Трампа? Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. С нами Александр Козлов, наш международный обозреватель. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, по данным американского опроса, как Нью-Йорк Таймс, так и НБС, 57% опрашиваемых американцев заявили, что им не нравится ни Хиллари, ни Трамп. То есть, по сути, лидеры президентской гонки являются самыми нелюбимыми политиками народа. Так ли это? Можно сказать, что примерно одинаковое количество, да, не будет голосовать ни за того, ни за другого кандидата, но в данном случае они нам менее интересны, эти люди, которые не хотят голосовать за одного из этих двух кандидатов. А нам более интересны те, кто будет голосовать и поддержит одного из кандидатов, одного из лидеров. Вот, и безусловно, ситуация очень обостряется и качественно меняется. И в чем это изменение выражается? Что происходит в республиканской партии? Действительно, безусловным лидером единственным остается Дональд Трамп, которого не любят республиканцы. И очень большие сомнения возникают в партии, в эстеблишменте американском, что он будет поддержан на съезде республиканской партии как кандидат, несмотря на то, что он выигрывает праймерис и у него не остается конкурентов. Мы знаем, что выбывшие кандидаты и республиканцы, в частности Джеб Буш и другие, публично заявляют о том, что нельзя отдавать голоса, которые поддерживают ответственных кандидатов Трампу, поскольку он не представляет интереса республиканской партии. Если говорить точнее, он не представляет интересы американского эстеблишмента, он не представляет интересы финансовой олигархии, будем говорить, элиты американского общества, которые определяют сейчас его политику как внешнюю, так и внутреннюю. И давно такой ситуации не было, чтобы единственным кандидатом от партии оставался кандидат, который не является представителем эстеблишмента. Мы помним, что последний такой случай был в 68-м году, когда у демократов остался один кандидат Роберт Кеннеди, который должен был бороться с Ричардом Никсоном. И мы знаем, чем это закончилось, он был убит. И в результате эстеблишмент не допустил, чтобы представляли... Означает ли это, что и Трамп... Да, он представляет собой реальную угрозу всему тому аппарату огромному, всему тому финансовому, банковскому капиталу, политической элите американского общества, которая доминирует и в правительстве, и в администрации, и во внешней политике, и во внутренних Соединенных Штатах. Ну а что же тогда с остальными кандидатами? Они тоже, особенно Сандерс, не являются прямо кандидатом эстеблишмента? Да, мы дойдем до демократов. По республиканцам, по Трампу, значит, такая ситуация. Либо все-таки его съезд утвердит, тогда он будет кандидатом от республиканцев, либо если он не утвердит, съезд его, то он будет тогда независимым кандидатом, о чем он уже совершенно четко заявляет, и его совершенно сейчас не интересует, так сказать, позиция республиканца в данном случае. Либо третий вариант, что его просто убирают с пути, так сказать, каким-то образом, в том числе это возможные убийства, естественно, и тогда он перестает быть кандидатом. Вот, если говорить о демократах, что там мы видим? С одной стороны, казалось бы, очень сильная позиция Хилари Клинтона, действительно, до недавнего времени она очень, ну, конкретно лидировала, и, в общем-то, ничего, казалось бы, ее, так сказать, не предсказывало каких-то неожиданностей. Но сейчас она теряет достаточно быстро свой рейтинг по отношению к Трампу, она проигрывает уже от 1 до 3% по разным оценкам, и динамика не в ее пользу. Вот это вот, так сказать, ее мнимая популярность была фактически надута, так сказать, тем же истеблишментом, представителем которого она является, и сейчас, ну, как бы, если точнее исследовать настроение избирателей, то видно, что не настолько прочны ее позиции. Почему именно? Потому что у нее есть, на самом деле, еще и соперник от демократов Берни Сандерс, который... Извините, я еще вижу, что по данным опроса 64% считают, что ей нельзя доверять. 64% американских избирателей считают, что Хилари Клинтон нельзя доверять. Совершенно верно. То есть растет количество людей, избирателей, которые не готовы за нее голосовать, которые считают, что ей нельзя доверять, поскольку впереди, кстати, еще будут теледебаты, где Трамп будет очень активно, так сказать, разоблачать ее позицию, и, ну, по всем оценкам, скорее всего, ее рейтинг будет падать. Так вот, в этой ситуации она является также лидером от демократической партии, на втором месте Сандерс, и у демократов тоже стоит большая проблема перед выбором, перед тем, как они примут решение, кто же будет кандидатом от демократической партии. Остается несколько вариантов. Если Сандерс просто проиграет, то, скорее всего, Хилари Клинтон проиграет Трампу на выборах. Если удастся уговорить Сандерса стать, ну, согласиться стать вице-президентом и просить, чтобы избиратели, которые его поддерживают, отдали голоса Хилари, то у нее шансы на победу увеличиваются, но тоже не являются, так сказать, ну, такими уж многообещающими. Вот, поэтому сейчас еще один вариант рассматривается, что в случае, если придется пожертвовать этой фигурой Хилари Клинтон, учитывая, что у нее есть, конечно, формальные поводы уйти с гонки, в связи с тем, что идет расследование ФБР по ее нарушениям во время работы на посту госсекретаря, то рассматривается и такой вариант, что, может быть, может быть, так сказать, надо как-то ее деликатно снять с выборов, вот, и в съезду найти другого достойного кандидата. Вот, если говорить, что кто бы мог стать кандидатом от истеблишмента, то на такую должность вполне может претендовать Байден, вице-президент США, который сейчас находится, так сказать, вице-президентом у Обамы, и фактически он является таким запасным кандидатом от истеблишмента. Возможно, также вариант, и то, что все-таки съезд демократов согласится в такой ситуации и на фигуру Сандерса, тогда, так сказать, ну, будет соревноваться Трамп и Сандерс. Тоже результат не очень понятен. Но тогда ни одного кандидата не остается от истеблишмента, тогда непонятно вообще для чего этому истеблишменту проводить выборы, так сказать. Объясните, я не совсем понимаю такую ситуацию. Как может быть такое одновременно? То есть, я знаю, что действительно по данным опросов соответствует тому, что вы рассказываете. Ну, как такое может быть, с одной стороны, что настолько не любят 57%, настолько не любят Трампа, и одновременно он лидирует по опросам при выборе между двумя кандидатами. И в демократической партии как может быть такое, что Сандерс настолько слабее Хиллари, но у него, Настя, если я правильно вас понимаю, есть больше шансов победить Трампа? Ну, здесь, я вам так скажу, здесь намного сложнее расчеты, чем чисто такие вот по оценке, чисто такой арифметической. Надо понимать настроение в американском обществе. Вот особенно в демократической партии, в среде демократической партии, есть очень значительная часть людей, которые поддерживают Сандерса. Это прежде всего молодые реформаторы, такие силы, которые хотят каких-то перемен. Это силы, которые не соглашаются. Перемен влево. Да, перемен, которые как бы не допускают вот этой власти, безоговорочной власти, истеблишмента американского, финансовой олигархии. Поэтому они поддерживают Сандерса как единственного возможного еще кандидата. В случае, если Сандерс проиграет, ну, так сказать, не будет утвержден кандидатом в президенты, то эти голоса, 40% из избирателей, которые поддерживают Сандерса, будут голосовать за Трампа. Они уже не будут поддерживать свою позицию партии, а будут поддерживать позицию... Удивительная на самом деле. ...как бы такую классовую, социальную, то есть какую-то политическую, которая из программ, которые предлагаются, для них ближе программа Трампа и он как личность. Поэтому фактически сталкиваются интересы, будем говорить, истеблишмента, интересы общества, какой-то часть общества, которое хочет каких-то перемен. Поэтому будем наблюдать, значит, с интересом и поддерживать, мне кажется, все-таки позитивные силы, которые хотят перемен и для Америки, и для всего мира. Игорь, вот такой ветер перемен, о котором говорил Александр, это может быть позитивный сигнал, да. Я вам скажу вот так, может быть крамольная мысль, но президентов Америки выбирает Израиль. Если Израиль сам захочет измениться, то в Америке не нужен будет президент, который должен будет давить... Но мир устроен так, что Израиль находится в центре, и сегодня необходимо, чтобы он изменился, чтобы начались какие-то другие процессы, чем те, которые происходят сегодня в израильском обществе. Если мы сами эти процессы запустим, нам не нужно будет внешнее давление. Если мы не захотим их запускать, необходимо будет давление извне, прежде всего со стороны Америки, потому что она имеет наибольшее влияние на Израиль. Александр, может быть вы еще скажете пару слов о вот этой вот такой интересной фигуре Сандерса, на самом деле, это мэр небольшого города, который раньше не был сильно заметен. Он социалист по убеждениям. Как он вообще попал в эту финальную тройку, и почему он стал настолько решающим кандидатом, как вы описываете? Я думаю, что он реально получил большие такие возможности сейчас, чтобы стать одним из лидеров президентской гонки, благодаря тому, что он занял независимую позицию по отношению к позиции большинства, даже демократической партии. Или позиции эстеблишмента, или позиции неокона, так называемого. На самом деле, это как бы правильное утверждение и для Сандерса, и для Трампа. Они достаточно отдалились и отделились от политики собственных партий. Да, да, они сами по себе похожи, так сказать, по своим позициям, но просто по-разному выражают это внешним образом, но как бы среди избирателей у них, видите, пересекается даже избирательная наша вся масса, так сказать, которая готова поддержать или того или другого, независимо от партийной принадлежности. Это редкий случай, поскольку впервые, можно сказать, есть альтернатива не просто между двумя кандидатами одного эстеблишмента, один там демократ, другой республиканец, а между двумя позициями, которые представляют разные люди. В данном случае не так важно, кто из них конкретно будет выражать эти позиции. Как вы считаете, может быть еще совсем вкратце, Александр, какому из кандидатов вы бы больше всего доверяли? Для меня, например, примерно одинаково я бы относился что к Трампу, что к Сандерсу, просто в данном случае у Трампа более позиция такая, ну как бы наступательная и более решительная, и поэтому, мне кажется, и реформу он бы проводил более последовательно, все-таки, несмотря на, мы всегда понимаем, что отличается реальная практика работы президента от того, что он говорил во время предвыборной кампании, но, тем не менее, на Трампа все-таки есть какая-то надежда в этом смысле больше, на его решительность, на его прагматизм такой, вот, поэтому я думаю, что он бы эффективнее руководил, вот, но насколько это ему удастся, мы с вами уже обозначили, что есть большие сомнения, в том числе и в этом. Ну, Игорь, давайте совсем вкратце, если все зависит от Израиля, что должен сделать Израиль в оставшийся минимальный срок до американских выборов? Израиль должен захотеть изменить внутреннюю ситуацию, мы должны начать меняться, и тогда наше влияние будет другим на мир, и мир отреагирует на нас, соответственно, другим образом. И какой будет президент, Сандерс, это будет Трамп, Хиллари, Клинтон или еще кто-то, уже будет иметь намного меньше значения, они будут заниматься своими внутренними делами, потому что в Америке сегодня состояние такое, которое требует очень вмешательства, такой настоящего, и им нужно этими делами заняться. А со стороны Израиля им не нужно будет давить на него, им не нужно будет оказывать такого отрицательного воздействия. Мы знаем, что, например, Сандерс к этому более слонен, учитывая его происхождение, казалось бы, можно было бы думать, что он был бы другом Израиля, что он еврей. Но ему придется, если он станет президентом, доказывать, что он объективен по отношению к Израилю. Эта объективность будет выражаться в сильном давлении на Израиль, чтобы его не заподозрили в том, что он как-то симпатизирует и помогает там в ущерб интересам американцев. Но в итоге все равно зависит все от Израиля, я вам скажу. Спасибо большое, Игорь. Спасибо, Александр. Друзья, пишите нам на нашей фейсбук-страничке «Открытый телеканал». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»